Городской репортаж С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель председателя комитета по образованию администрации городского округа Железнодорожной Оксана Рогачева-Маслова. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас в нашем родном городе Железнодорожной. Мы остаемся только еще раз поприветствовать участников лазонального семинара и пожелать вам взаимного сотрудничества. Спасибо. К приветствию присоединилась вокальная группа «Дети солнца». Образцовый танцевальный ансамбль «Росинка» подарил танцевальную композицию. Продолжился семинар выступлением участников. Методист Центра развития творчества детей и юношества Московской области Светлана Сай рассказала о музейной работе в условиях образовательного учреждения, специфика музейной работы и организация работы по паспортизации музеев. Во юности своей я представляла, как и большинство школьников, что музей – это холодная комната, где хранятся старинные предметы. Но с велосипедской точки зрения музей – это институт социальной памяти. Опытом работы в сфере использования ресурсов музея образовательного учреждения в духовно-нравственном становлении личности школьника с коллегами с удовольствием поделилась руководитель музея школы номер 3 Ольга Корячкина. На заседаниях городского методического объединения рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с главной целью школьного музея – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к отечеству и готовности защищать свою роль. В ходе семинара также были заслушаны доклады роли ресурсов музея образовательного учреждения в становлении личности школьника, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в условиях детских и молодежных общественных объединений и организации Московской области и ряд других вопросов. Безусловно, введение музейной педагогики в образовательный процесс способствует не только обучению учащихся, но и воспитанию и развитию личности. Вера Безгина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный.